Ваши танцы помогли? Ваши танцы помогли? Да Ну точно, она сейчас меняется в порядке? Нет, с комплиментом Представьте сколько в пятницу вы играете Расскажем, что бинарное отношение Р на умножении А есть линейным порядком если оно есть частковый порядок и вы имеете в ясную отношение Почему мы скажем, что это и линейный порядок? Ну, мы сказали, что в частковом порядке там элементы один больше за другой або они не сравниваются между собой Но если мы скажем, что отношение есть связное то там не может такого быть, чтобы два элемента не сравнивались между собой Вы всегда про два элемента можете сказать, что один больше за другой То как будет выглядеть диаграмма Хаса? Это будет строгая вертикальная линя, на которой и упорядковываются все элементы Поэтому это линейный порядок Ну, соответственно, строгий линейный порядок Это слабко связанный строгий порядок Тобто все это самое, но мы выключаем а между весь ревности Так? Слабко связанный Слабко связанный Слабко связанность не разглядая за галерию ввести аломатии между собой Але строгие порядки выключает и там все Стоп! То есть Вот Линии у нас могли быть равны или как? Если это частковые порядки То каждый элемент за этим порядком Дривния сам себе Ну, меньшее Дривния сам себе Так? В строгом порядке мы выключаем Ось Ну, приклады линейных порядков Ну, снова Ну, снова Если мы берем умножение натуральных чисел и выношаем на меньшее або дривния Ну, это и линейный порядок Почему? Потому что я могу сравнивать будь-якие два числа и сказать, что одно я меньше А если я беру на приклад певную систему подножения и подножения включения то там не есть линейный порядок Потому что я могу навести это приклады двух подножений Кожна из которых не включается в другую Не включается в другую Не сопротивление Не сопротивление Другой пример Вот мы разглядали индукованные порядки Так? Если мы берем умножение АИ с линейными порядками то Відношение доминования не зберягає линейность Тобто Відношение доминования не будет линейным порядком якщо навіть всі вихідні множини були линейно-впорядковыми а линейный порядок Так что мы були линейными порядками а линейный порядок а линейный порядок зберегайте а не всі разом, я по отношению к обвинению. Ну, сейчас мне нужно еще один певный количество визначений, а потом перейдемо до фундаментальных и меньших элементальных визначений. А. Множина А з частовим порядком Р називається цілком впорядкованою. Зрекайте, математики в тому. Тобто є частово впорядковані, лідно впорядковані, цілком впорядковані, повністю впорядковані, і ноді впорядковані, нещо впорядковані. Ну, то такі тонкі нюанси, зміст. Значить, цілком впорядковано. Значить, англійською воно ще краще звучит. Вау, гарно впорядковано. Добре впорядковано. Значить, якщо А, перше, Р – це частковий порядок, і друге, для довільної підмножини цієї множини А, я завжди можу вказати найменший елемент в цій підмножині. Будь-яка підмножина А, має найменший елемент. А якщо я напишу Мінбе, то можна написати? Що? Мінбе можна написати? Ну, в своєму конспекті ти можеш писати все, що тобі завходить. Так? Але, я знову акцентую, для найменших, найбільших, мінімальних, максимальних, нема всталеної системи позначень, в різних джерелах вони позначаються по-різному. Навіть термінів. Ну, просто на яких-нібудь контрольних, там. Вищі слова. Або, якщо ти напишеш позначено через Мінбе, найменший елемент влежений Б за порядком Р, потім використово. Добре. Це можна. Так. Ну, знову, два коротенькі приклади, щоб було зрозуміло про що йде мова. А. Можина натуральних число, за відношенням менше подорівня, вона є цілком впорядкована. Тому що, яку б я підмножину не обрав, там завжди буде найменша натуральна число. Тобто це цілком впорядкована. А ось множина цілих чисел, за таким самим відношенням, вона не буде цілком впорядкована в множина. Чому? Ну, тому що, скажімо, сама множина Z, як власна підмножина, взагалі не має найменшого року. Так? А. І будь-які підмножини, які сядають мінусно з кінчальностями, вони не будуть мати найменшого року. Так. Ми цілком впорядковані. Ні. Так? Так. Оце класичне впорядковані. Ось. Дуже проста лимма. Щоб ви бачили, дошукати. Цілком впорядковані в множинах. Значить, якщо A з відношенням R є цілком впорядкованою множиною, то R це завжди лінійний порядок. А там стрелочка в дві сторони лінійна? Ні. Якщо то. Ось тобі лінійний порядок, який не задає цілком впорядковані множиною. Доведи. Його навіть писати треба. По-перше, якщо A це цілком впорядковані множиною, то R це вже є щастковий порядок. Ось. Щоб довести, що R є гінійним порядком, треба показати, що він зв'язний. З'язний лінійний. Так? Ну, добре. За визначенням цілком впорядкованої множини довільна підмножина має найменший елемент. Так розглянемо підмножину з двох елементів. Якщо воно має найменший елемент, то ці два елементи порівняються між собою. І я розглядаю всі можливі підмножині з двох елементів. Для кожної вказується найменше, тобто ці два елементи порівняні між собою. Тому це відношення R є лінійним. Якщо воно не є лінійним, тобто там є непорівнянні елементи, то ми порушуємо умову цілком впорядковані. Ось. Ням? Ням. Замонтуйте собі. Понятно. Можете ням замонти? Вау. О. А тепер? Власне. Теорема цармела. Ви вже чули цього. Це прізвище? Так. Це один із чоловіків, який таке розробив, як сьогодні. Теорема дуже проста. Довільну множину можна цілком впорядкувати. Тобто, якби вони взяли множину, побудовану, в коректну аксиоматиці. Коректну аксиоматиці. Тобто, там завжди можна побудувати певний лінійний порядок, який зробить цю множину цілком впорядковану. Ну скажімо, якщо у вас множина z не є цілком впорядкована. Але ви побудете порівняння по-іншому. 0, мінус 1, плюс 1, мінус 2, плюс 2, мінус 3, плюс 3. І база вона стає цілком впорядкована. А таке відношення також буде частково впорядковано. І воно також буде вінійним, бо будь-які два ліомерки можна порівняти. Замикання? Ось. А якщо ми на дійсних числах це зробимо? Та будь-як. Ну. Значить, уся сутність цієї теореми в її фундаментальному значенні. Вона виводиться напряму з аксиоматики. І більш того, є аксиоматичні системи, які саме це твердження використовують в якості однієзь початкових аксиом. То би, якщо потрібно не цілком впорядковому яноту, то я можу спорядковувати. Так, можна побудувати інший частковий моряк. Замикання на мені це? Замикання лише, то ні, ні. Просто будується інший порядок? Ну ти ж покі ace nu означає в цілком маркче. Друге є. Ще раз, коли ти кажеш цілком впорядкована меряк, якщо ми кажемо впорядкована множина, то це множина на якій задано певний частковий порядок. Але ж я можу сказати тут який інший. частковый порядок. Такой стерема стверджает, что существует такой частковый порядок, который перетворил жену по целому в порядок. Вот такой, ну, фундаментальный результат. Очень мощный. Перед его величью мы должны впасти, вклониться, доводить их и не будет. Потому что для этого мне нужно что-найменее вписать все десять, как все он цернала Френкеля, и с ними працювать. Мы сейчас доведем более слабкий результат, но который имеет для нас существенно больше значения, с точки зрения. Я для нее даже специально всю дочку сделаю. Зараз в сути выберешься. Нахай у вас ация с кинчаном умножена. И вона часткового порядкового. Тоди частковый порядок R можно довызначити таким чином, чтобы он стал ненужным. Что значит довызначити, ну, докидати туди еще пар? Ну, фактически, то есть, что мы должны чтобы побудовать такое собие линейное замыкание. Такое утверждение мы доведем новым для нас шляхом. Мы запропонуем алгоритм, который будет делать эту операцию. Берем частковый порядок и строим его линей. Значит, алгоритмы у нас будут... Ну, я нараза его навожу, это очень простой алгоритм. Его можно словами описать, трьёма речениями. Но я его напишу в том, что я называю абсердокодом. Чтобы мы все до этого развлекали, потому что у нас очень часто возникали такие алгоритмы. И мы должны ориентироваться в том, как они производятся. Называется алгоритм топологического сортирования. Конечно. Продолжение следует. Мы умножим на А, и частковый порядок. На выходе последовательность А1, А2, АН, где Н – это потужность А, где нужно было записаться, такая, что для довольных И и Й, а И емель жим за Р за Ай, и при И не дорівнюю Й, а И не дорівнюю Ай. То есть на выходе мы просто видим последовательность элементов А, так что каждый следующий будет А. Дальше. Души гарно сказали. Тут Р або старе, або нове. Еще раз. У вас Р задає певні пари, так? Певні елементи один з тих менше з іншого. И есть пари, которые не дорівняются. Так вот, в этой последовательности вы можете сказать, что элементы с большими индексами завжди большие за элементы с меньшими индексами. И это будет або пара с Р, або пара, которая в Р не было, а вы ее умолюете. И все. Потом картинку побачите. Диаграму Хаса берут и вот так умолюнью спрямляетесь, залашаючи все зв'язки между парами. Ай, можно вопрос? А мы же не указали, как бы, что и больше G нигде. Или я не вижу чего-то. Корректное зауважение. Деремо лечения. Альбомах. Присвою обвинуть. Поки А, еще не порожня множина, выполняем таки. По-перше, выбираем множение А, будь-який мінімальник. Узначаем его К. У цьому элементу М присвоюваем номер И. Лечебник. Потім лечебник збільшуємо на днечку, а ЛММЕ видаляемо с множими А. На выходе каждого элемента множения А будет присвоено певный номер И. Чому цей алгоритм працює корректно? Ну, когда вы будете певный алгоритм, вы завтра должны довести в том, что он выполняет А алгоритм выполняет саму задачу, которую он должен выполнять. Чи он працює без помилок, если корректно? Чи он працює эффективно? Не потребует часу, порівняно с часом основания все, чтобы мы завершились. Так ось, я хочу, чтобы вы помиркували над этим алгоритмом. А сейчас мы схематично почему он корректно? Первое. А. Если мы выбираем любой минимальный элемент, то все элементы, которые мы будем выбирать на наступных кроках этого алгоритма, они будут большими за этот элемент, або непоревненными с ними. Так? И оскільки у меня последовательность номеров будет увеличиваться. То есть я вставлю, впервые, самый минимальный элемент заложения А. Все, что я делаю потом, з большим номером, воно будет або больше, або непоревнено. Если непоревнено, я буду доказать, что оно будет больше. Так? Другое. Когда я выделяю из часткового порядка минимальный элемент, то, что остается, будет частковым порядком. Это окременное утверждение, которое нужно довести. И что я хочу сделать? Чтобы вы сделали? Чтобы вы сделали. Довели его самостоятельно. На самом деле на диаграме Хаса оно очевидно. Если вы выделяете минимальный элемент с его звездами, то, что остается, будет диаграммой Хаса. Вы под ним можете надать этот частковый порядок снова. Вот. Доведите, это формально. Ну и все, власне. И мы на каждом кроте выбираем певный минимальный элемент и выделяем. Еще один забор. Что я забор? А, нет. Нет. Точки забиты. Нет. Ну, первый крот. Выбираем из А любой минимальный элемент. Так? А кто вам сказал, что в А есть минимальный элемент? В общем, все одно. Нет. Ну, это не будет. Довольно упорядковать не должно быть. Нет. У нас в А завжди есть минимальные элементы, потому что А сконченная множина. То есть, ну, наибольшие и наименьшие могут быть, могут не быть. А минимальные и максимальные в скончании и множине есть всегда. то есть, вот мы как? Принципом, другое. Ну, беремо довольный элемент. Если он не максимальный, то есть элементы, которые больше за него. Окей. Переходимы до него. Если он еще не максимальный, то есть элементы еще больше. Так? Еще больше, еще меньше, еще больше. Так вот, в кинчении множины элементы рано или поздно ну все, их не будет больше. То есть, мы перелись в остатний элемент цієї множины и больше за него уже не будет, потому что они все были перебраны перед всем. А в несконченных множинах, конечно, я могу продолжать дома сконченность. Вот. Поэтому этот крок працюет всегда со сконченным множином. На каждом кроце я выделяю из А один элемент, их все меньше, 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 меньше. Нарешті, на нему кроце она станет порожной и все, и все, а потом, завершится дорога. Так? Как оно работает? Ну, снова простой пример. Для А, нехай А это два элемента А и В. Я разглядаю ВУАН. Как выглядит ВУАН? Сколько там в ней? Да, да, да. Это порожная множина, это множина, которая складывается с элементом А, с элементом В, и, власне, с элементом АВ. Да. Как выглядит диаграмма Хассе для отношения включения в этом углу? У вас есть ли оборожная множина? Ну, линейная. А, нет. Звісно, что нет. И, кажется, на практиках у вас будет задача найти все такие множины А, для которых, конечно, в отличие не было, есть линейная. Но, нет, оно не линейное. Оно весь такое. Если мы запустим алгоритм топологического сортирования, то он может сделать вам два разных линейных порядка. На этом все. На первом кроце он выбирает множину как меньший элемент множины А. Потом он его выделит. И что у вас остается? Это верхняя часть, в которой будет два минимальных элемента. То на втором кроце он может выбрать множину А, потом множину В, а уже потом множину АВ. А может выбрать множину В, потом множину А, а потом множину АВ. Ну и я могу тут намалювать какие-то символы, понимая, что это не меньше або дорівня АВ-ный линейный порядок, а это будет действительно линейный порядок. Вот эта диаграмма Хасса сделаетесь так. Бо я домалюю ось тут линейную, которой тут достаточно. Да? Да. Ну это простой алгоритм. Когда мы будем обучать теорию график, то там мы будем более детально это взглядать. вот эти вопросы, как выбрать минимальный элемент, когда у вас есть диаграмма Хасса в виде певного графа. О, оно уже практически цикавное. Ось. Тут мы просто постаруем, что мы можем его брать и не замислимось, как на самом деле. А еще вопрос можно? Да. А почему именно порожняя множина самая меньшая, а то самая большая? Просто так вам захотелось? Ну или вы по количеству элементов, или почему? Да, сейчас. Я разглядаю отношение включения. За отношением включения порожняя множина я не меньшим элементом, а множина А не больше. Ну, здесь все так. Так. Все же понятно? Да. То есть, если у вас есть певный частковый порядок, который певным чином порядковал элементы вашей множины, вы всегда можете его добудовать до линейного, так, чтобы все элементы обученковались так. То есть, какая разница, если мы выбрали сначала А, ну, А и В они равны? То есть, никакой. То они не равны, ну, не равны, но с точки зрения алгоритма жоднои разницы между ними нет. Можешь выбрати первый, может выбрати первый. Так можно как-то понять, чтобы выбрать первый. Еще раз. Какая задача стоит? Вишука. 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 Вот так. То есть, а как сам будет цей реал? То есть, главное, что збереглось отмножение A, чтобы элементы, которые были поревнены, остались поревнены. Вот. И целый ритм цей задачи выполняет. Если есть еще какие-то додатковые условия, ну, они вносятся всередину алгоритма, ну, это будет другая алгоритма. Так. Еще раз. Когда у вас есть довольный частковый порядок, вы всегда можете его добудить до линейного и працювать за элементами последовательности возрастания. Важливости. И на этом побудована идея так называемого динамичного программирования. Когда вам нужно обшислить певную задачу, которая сгодится до пластиковых задач, которая сгодится до пластиковых задач, то можно побудовать иерархию всех этих задач. Результаты влияют на результаты потом вышипывать их и перерешивать все. И это позволяет очень экономить время, потому что вы не будете одну самую задачу развязывать потому что вы будете их развязывать только в последовательности, так чтобы развязок поточной задачи требовал развязывания попередних и не требовал развязывания наступных. И мы это также будем называть развязыванием. А теперь остальное, что у нас есть. сейчас мы доведем метод математической интуиции. Но мы доведем его в взагальную випадку. Най-най-най-загальную випадку, которую я знаю. на а Най-най-най-най-най мин, силой элемент الدок в силой Нехай А0, это меньший элемент, который мы А. И нехай у нас есть некоторое утверждение Ф, что может быть истинным, а хитным, и это зависит от элементов этой множественной А. Нет, а это элементы? Нет, это еще один. Автор. Забыв на шутку. Теорема про трансфенитную индукцию. Вау. Какое я прошу? Еще раз и не закончили. Что такое индукция, вы уже знаете. Что такое трансфенитная? Трансфенитная. Фенитная – это скончательная. Но мы же, если аллатинную что-то не знаем, мы так не можем, так? А трансфенитная – это за скончательную. Я же нагадаю, метод математической индукции доводить сразу нескончательную культуру. Ну, это трансфенитную культуру, правда. Так ось. Якщо виконуються дві такі умови. Перше. Наше твердження від елементу А0 є істинним. І друге. Для довільного елементу з умножени А. Ну, це була база индукції, зараз я буду шаг индукції малювати. Давайте я його зараз формально не малюю, а потім поясню слова. Дякую. О, мне такorno. Как же. Считаю. Кűни. В 74. Прямо. Прямо. Что. В альтер. для довольного элемента А, из того, что твердение П будет верным для всех элементов, что меньше за х, будет впливать, что твердение для х также будет истинным. Ну, шаг индустрии, так? Если у тебя передних поклонниц, то звезды впливает, что твердение П будет истинным для довольного элемента А. Помните, я вам сказал, почему мы так мать индустрии працюем? Мы для каждого натурального числа можем за сконченную кількість кроков побудувати доведение этого твердения. Тут, здавалось, нужно использовать такую самую идею. потому что у вас если у вас Р, то это линейный порядок. Но никто не говорит, что можно там их преминерировать натуральными числениями. Там есть я не знаю, что это так что доведение этой теоремы будет более загадным. Воно не будет конструировать доведение для каждого элемента А. Мы просто покажем, что не существует таких элементов А для каких-то утверждения будет хит. Я встываю. Вы можете да, но мы нет. Тут доведение 2 рядки зима. Узначено через А- это множество таких элементов А, для которых утверждение П от А это... Ну, давайте мы от супротивного. Если у вас утверждение не есть истинностью всех элементов А, то есть такое множество элементов, для которых оно хит. Так? Тогда... А до... А с минусом. Ну, это множество. Это множество, что есть под множество ваших элементов. Так? Оскільки А это циклово упорядкованная множество, то в множестве А- есть наименьший элемент. То есть, что я могу сказать про элемент А-? Ну, по-перше, он не дорівнює элементу А0. Почему? Потому что для А0 утверждение истинное, а для А- оно хитное. Хорошо. Значит, если А- не наименьший элемент, то есть элементы, что и меньше за А-. И все эти элементы дают ответ А истинное. Иснули такими элементами В. Ну, наверное, так. Для всех элементов В, то есть, что В меньше за А-, а такие элементы В истинные, то это будет истинное. Почему? Потому что, если бы оно было хитным, то В належало множество А-. А в множестве А-, а маленький мінус – это самый меньший элемент. И В не может быть меньшим за него. Ну, извините, факт рекомендукции, если для всех меньших элементов у вас утверждение истинное, то оно будет истинным и для наступного. А этого не может быть за визначением множества А-. А-. Kenninct! Четколи вы! И п finger pushes! В